Исследования показывают, что сам акт записывания целей помогает их достижению на 42%. Есть две причины, почему это происходит. Первая причина – это внешнее хранение вашей памяти. Так вам просто легче помнить цели, когда они у вас выписаны, лежат на видном месте, вы их пересматриваете, возвращаетесь к ним и помните о них. И второе – есть такой биологический процесс, который называется кодированием. Это когда вещи, которые мы осознаём, попадают к нам в гиппокамп и там анализируются. Так вот, писание улучшает этот процесс. Но почему тогда, когда мы сообщаем обществу о своих целях, ухудшает их достижение, ухудшает их реализацию? Давайте разберёмся. Есть такое заблуждение, что социальное одобрение, напротив, помогает достичь целей. И когда вы о них сообщили, у вас якобы появляется ответственность перед людьми, и вы не можете съехать. Если коротко, то это не так. На самом деле все люди озабочены своей жизнью, у каждого есть свои цели. И даже если это ваши друзья, которым вы говорите о своей цели, да, они могут вам сказать, ой, молодец, круто, давай, какие-то одобряющие слова. Но завтра же они об этом забудут и пойдут заниматься своими делами. Вспомните, было ли у вас такое, когда вы говорили, например, что садитесь на диету, часто ли вас потом спрашивали, как ваша диета. И если вдруг вы говорили, что не очень, или там съели, не знаю, переели, съели большую пиццу, вам за это кто-то что-то делал из друзей? Нет, конечно. По сути, ответственности как таковой нет. Никто вам ничего не сделает, если вы не достигнете своей цели. Но если ваши близкие друзья хотя бы спросят вас, насколько вы продвинулись к своей цели, то ваши там тысячи подписчиков, например, если вы блогеры, где-то выкладываете свои цели, этого делать, конечно, не будут. Опять же, если даже они сделают, то это никак не поможет вам достичь вашу цель. Но самое главное не это, а то, что случается дальше, после того, как вы объявили о своих целях, о своих намерениях. Психологи изучают связь между намерением и действием уже с 1920 года, и они выяснили, что люди очень любят много мечтать, и часто знают, какой нужно сделать первый шаг для достижения своей мечты или цели, но никогда этого не делают. Например, в одном исследовании в 2009 году группа исследователей New York University изучала связь, намерения и действия на большой выборке людей, и люди поделились на две группы. В первой группе людей просили поставить цель и сообщить о ней, во второй группе людей просили поставить цель, но не сообщать о ней. И вот им дали 45 минут, каждая группа там, конечно, сидела отдельно. Та группа людей, которая сообщала о своих целях, уже в среднем на 33 минуте выходила и говорила о том, что они уже близки к достижению цели, и в принципе больше там им сидеть уже не нужно, хотя по сути были далеки от неё. Другая группа людей, даже там по истечении 45 минут, говорили о том, что они очень мало продвинулись на пути к осуществлению своей цели. Это связано с тем, что само по себе заявление о цели даёт вам ощущение, что вы уже на полпути к достижению этой цели. Как будто вы уже сделали первый шаг, заявили о своей цели, о своём намерении, но по факту вы ещё ничего не сделали. И теперь это приятное ощущение вот этого первого шага будет вам мешать осуществить вашу цель. Наше подсоздание в данном случае расширяет разницу между реальностью и воображением. Это называется социальной реальностью. Об этом есть TED-talk Дэвида Сиверса, я ссылочку прикреплю внизу. Он говорит о том, что вы должны сопротивляться искушению заявить о своей цели и отложить удовлетворение от социального пункта. Признание до момента реализации этой цели. Это повысит ваши шансы достижения данной цели. Либо вы можете озвучить ежедневные шаги на пути к какой-то конкретной цели вашим реально близким людям, которые вы знаете, что вас поддержат. Например, не говорите им о том, что хотите повысить здоровье, а просто скажите о том, что вы будете чаще есть овощи. Там каждый день, три раза в день у вас будет порция овощей. Или, например, не я стану подтянутой и рельефной, а я буду ходить в спортзал три раза в неделю. Затем, когда вы уже достигнете свою цель, то есть более глобальную, которым будут вести эти шаги, люди сами увидят и вы, в принципе, получите то самое социальное одобрение, ради которого вы хотите объявить о своей цели. Кстати, если вы хотите больше узнать о том, как правильно ставить цель, у меня есть видео о том, какие ошибки не стоит совершать при постановке целей. Посмотрите, если интересно. И вообще подписывайтесь на мой канал, я буду рада. Это даст мне мотивацию снимать больше интересных видео. Ставьте лайк, если понравилось. И до встречи в следующем видео. Пока!